Стоит ли прививаться и как выбрать вакцину? По спутнику вообще ни у кого в мире вопросов нет, потому что опубликовали все данные. Студент Казанского федерального университета стал серебряным призером международного рейтингового турнира под Хэквондо. Благодаря вот этим турнирам сейчас будет гонка к чемпионату Европы, будут отбирать тех, кого хотят забрать. Какие исследования провели экологи Казанского федерального университета в роще вдоль прибрежной Казанки? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Залина Султанова. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в заседании Госсовета Республики Татарстан. В повестку дня, согласно решению президиума, было включено 36 вопросов, в том числе 19 проектов республиканских законов и 2 федеральных законопроекта. С развитием масштабной кампании против коронавируса остаются актуальными вопросы. Стоит ли прививаться и как выбрать вакцину? Ответ в большом интервью эксперта Казанского университета. С появлением новых вакцин от коронавируса растет и количество мифов. Одни говорят, что вирусные частицы в эпиваке лишь провоцируют заболевания, а в ковеваке наоборот, убиты настолько, что не помогают иммунитету. Что стоит за этими историями? Страшная правда или непроверенные слухи? Вот по спутнику вообще ни у кого в мире вопросов нет, потому что опубликовали все данные в ведущем медицинском журнале международном. Lancet. Lancet. И производители, разработчики раскрыли всю информацию по этой вакцине. Чего не произошло для эпивак короны и ковевака. Это не значит, что они не работают. Просто, как я уже сказал, степень открытости не позволяет специалистам в области независимо провести экспертизу. Немало вопросов вызывает и периодический ввод ограничений для непривитых граждан в отдельных регионах страны. Когда наличие ПЦР-теста или сертификата о вакцинации все-таки оказывается обязательным, многие отдают предпочтение спутнику. Привиться можно и одним компонентом, считают в народе. Но хватит ли этого, чтобы получить заветную бумажку? Чтобы получить сертификат прививки, все-таки нужно прививаться, чтобы на коробочке было написано «Спутник Лайт». Потому что если вы пойдете и приведетесь спутником ВИ первым уколом, но не сделаться вторым, с биологической точки зрения вы вкололи абсолютно тот же самый препарат. Но с юридической точки зрения «Спутник ВИ» вы обязаны уколоться и второй раз, вторым компонентом, для того, чтобы система вас зарегистрировала как полностью привитым. Однако сертификаты вакцинации вряд ли отпугнут новые штаммы инфекции. Сегодня их семь и вирус продолжает мутировать. Насколько эффективны существующие препараты в борьбе с пандемией коронавируса? Защита после двух уколов спутником составляет на уровне 93%. Сейчас, правда, появляются новые штаммы, но даже против них эффективность действующих вакцин составляет порядка 80%, что очень, в принципе, неплохо. Для сравнения, Всемирная организация здравоохранения считает, что вакцину можно использовать, если у нее эффективность больше 50%. Более того, когда мы исследуем эффект вакцинации, нужно не забывать, что с одной стороны есть опасность побочных эффектов, но она обычно колеблется в районе серьезных побочных эффектов, один на сто тысяч или даже один на миллион. А с другой стороны, есть последствия перенесенного заболевания. То есть, если ты заболеешь, то у тебя шанс умереть несколько процентов, а еще 20-30%, что у тебя будет тяжело протекать заболевание. Но даже если оно протекает в легкой форме, это потребует несколько месяцев восстановления после этого заболевания. Вот ты и думаешь. То ли вакцинироваться и, скорее всего, ну не скорее всего, а максимум, что тебе грозит, это один-два дня легкого недомогания, либо переболеть и на своей шкуре испытать всю тяжесть побочных эффектов от этого очень тяжелого заболевания. Напомним, что все желающие вакцинироваться могут обратиться в университетскую клинику по адресу Улица Вишневского, 2А. Запись по телефону 233-320. Полное интервью с Альбертом Резвановым доступно на нашем сайте и в социальных сетях. Ариадна Кугушева, Универньюз. Студент 2-го курса Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Ханмагомед Рамазанов стал серебряным призером международного рейтингового турнира под Хэквондо. О том, как далась ему победа и не только в нашем сюжете. Турнир под Хэквондо – важный этап отбора к чемпионату Европы. Второкурсник Ифмиб Ханмагомед Рамазанов завоевал серебро международного турнира в Турции, где занял второе место. Он выступает в весовой категории до 68 килограммов. Спортсмен также готовится принять участие в международном турнире по тэквондо Russian Open и во всемирной летней университете в Китае, где он планирует выступить в составе сборной КФУ. Благодаря вот этим турнирам сейчас будет гонка к чемпионату Европы, будут отбирать тех, кого хотят забрать. Планирую поехать на турнир в Австрию и в Голландию в октябре и ноябре, соответственно. Напомним, ранее второкурсник завоевал третье место на чемпионате России по тэквондо среди мужчин и женщин, который проходил в городе Одинцово. Он провел четыре боя, три из которых выиграл. Елизавета Никитина, Радмир Софиолин, Универньюс. Казанский федеральный университет стал победителем конкурса на предоставление гранта в форме субсидий из федерального бюджета научным организациям и образовательным организациям высшего образования на реализацию отдельных мероприятий Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. На развитие программы вузу выделен грант в размере 318 миллионов рублей. Жители Новосавиновского района города Казани теперь могут быть спокойны за рощу вдоль прибрежной Казанки. О том, какую работу провели экологи Казанского университета на территории улицы Гаврилова, узнаем в сюжете нашего корреспондента. О прибрежной зоне Казанки вдоль улицы Гаврилова говорят уже с сентября прошлого года. Тогда мэрия города Казань отметила, что жилой застройки на этой территории не будет. Весной 2021 года экологи Казанского университета начали исследование для обоснования статуса особо охраняемой территории. Работа закончится уже к октябрю. Жители улицы Гаврилова города Казани давно озабочены тем, что на роще вдоль прибрежной Казанки построят новые жилые застройки. Но из-за неоднократных обращений жителей района в администрацию, мэрия города решила, что на территории Новосавиновского района действительно не хватает общественных пространств и парков. Застройку перенесли в район речного порта. В прошлом году к нам обратилась инициативная группа жителей с просьбой исследовать состояние территории на предмет выделения в качестве особо охраняемой природной территории. Красивые ландшафты, которые привлекательны для отдыха населения, потому что население ведь рядом живет. И поэтому для них это было важно, для них было важно сохранить эту территорию. Они даже проводили акцию «Обними Гавриловскую рощу». Вот и Гузель Хамедулина, жительница улицы Гаврилова, рада, что скоро роща присвоит статус особо охраняемой природной территории. По ее словам, все жители с удовольствием приходят сюда на прогулку и даже выходят на субботники. Мы-то здесь живем, вот мы через дорогу перешли, это ближайшее Лебяжье или там где еще островки ехать, это все далеко, конечно, сохранить. А мы прямо все побережье, вот всегда чистили. Сейчас вот администрация присылает этих рабочих, есть вот с этими несколько раз, вот видели, с пакетами приезжают, забирают, и экскалатор как-то приезжал благодарность, спасибо огромное. Роща на улице Гаврилова – остаток естественного пойменного леса, правобережья реки Казанки. Здесь можно увидеть своеобразный водноболотный пейзаж, ивники, осинники, бересники и даже заросли облепихи. Исследования экологов включают в себя полный цикл наблюдений. Также экологи изучили, какие маршруты в дальнейшем можно проложить на территории прибрежной Казанки в качестве маршрутов экотуризма. К слову, экотуризм направлен на отдых на природе без нанесения вреда окружающей среде. По словам Нафисы Менгазовой, решение о том, что это будет особо охраняемая природная территория, уже принято. Исследование ученых Казанского университета будет являться для этого обоснованием. Они подготовили большой отчет и передали в соответствующие ведомства. На этом все. В студии была Залина Султанова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на телеканале. До новых встреч!